Хаски быстрые и внесезонные спортсмены Федерации ездового спорта привезли из крупных всероссийских соревнований очередное золото. Драйфест 2018 проходил в Нижегородской области и собрал больше сотни участников. Этот прекрасный представитель породы сибирских хаски по кличке Шаман совсем молодой пес, ему всего полтора года, но он уже показал себя как выносливый спортсмен. В номинации Канни Кросс 4 на 4 километра он стал самым быстрым. Это интересно, драйв, адреналин, а кроме этого хаскам это жизненно важно, необходимо. Если не заниматься спортом, не давать им нагрузки в старости, у них могут быть проблемы с уставами, поэтому если вы завели хаск, маламутов, не важно, северную ездовую породу, то вы должны быть готовы к тому, что вам придется заниматься спортом. Летом спортсмены и хвостатые напарники тренируются в Канни Кроссе и байкджоринге. В первом случае собака бежит вместе с хозяином, во втором он догоняет ее на велосипеде. В Ивановской Федерации ездового спорта около 40 спортсменов. Сейчас они готовятся к новому старту – осеннему драйв-фесту. Собаки этой породы, они знают, что от них хотят, в принципе, тренировок, ну, месяц-два уже можно потренироваться, то есть они уже бегают хорошо. То есть они знают уже команды вперед, налево, направо, то есть когда надо встать, то есть команда, они уже, ну, в принципе, два месяца-три хватает. Хаски – собаки неутомимые. Им в день нужно пробегать не меньше пяти километров, поэтому их хозяева – спортсмены по неволе. Но в тренировке все быстро втягиваются и уже хотят не только участвовать и побеждать, но и организовывать состязания. С удовольствием бы пригласили в наш регион ездовых со всей России. В нашей команде на данный момент всего две породы северных ездовых – это хаски, которые считаются наиболее выносливыми, и маламуты – это собаки более большой породы. Также еще, помимо этого, и самоедские лайки тоже бегают. В принципе, есть такое направление в соревнованиях – это разнопородка, где участвуют даже и гончие, и беговые, и овчарки. То есть, в принципе, этот спорт, он развивается. Увы, как и у большинства спортивных федераций, у этой есть ряд проблем. На соревнования все ездят за свой счет. Поддержки нет и в вопросах организации стартов и их освещения в СМИ. Но главная проблема – отсутствие площадки для зимних тренировок. Летом спортсменов привлечают на Харенке, а зимой им приходится искать очищенные территории самим. Чтобы вопрос решить, активисты Федерации ездового спорта собираются обратиться в мэрию, продемонстрировать успехи и попросить помощи. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.